В эфире итогов информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Учительница под Рязанью побила школьника учебником по голове. Общественность встает на сторону преподавателя. Нет хамству и курению. Водителя маршрутки оштрафовали за оскорбление пассажира. В Касимове избрали нового главу муниципального образования. И рязанские аграрии поставили рекорд по сбору зерна. В сельской школе в Старожиловском районе учительница во время урока несколько раз ударила старшеклассника учебником по голове. На кадрах видно, как учитель ругает школьника, а тот, в свою очередь, ей хамит. Ты почему, Атош, я не пойму? А что вы меня бьете? Видеозапись попала в интернет и вызвала бурную реакцию общественности, а также заинтересовала полицию, Следственный комитет и Министерство образования. А прокуратура, в свою очередь, потребовала возбуждения уголовного дела. Сотрудники ОМВД России по Рязанской области совместно с представителями других ответственных ведомств приступили к проведению проверки в связи с инцидентом в школе села Истя Старожиловского района. Сегодня утром в сети интернет получил распространение видеоролик, где во время урока после словесной ссоры учитель несколько раз ударил учащегося. При этом очевидно, что до конфликта довел сам подросток, а родители школьника претензий к преподавателю не имеют. Любопытные и комментарии рязанцев. Многие интернет-пользователи встали на сторону учителя. Был бы это мой сын, я бы ему еще дома добавил, чтобы не доводил учителя до такого состояния. Новый учебный год только стартовал, и сентябрь еще не успел даже закончиться, а подобный случай уже не первый. В Санкт-Петербурге учительница написала на лбу ребенка слово «дурак». И там тоже родители встали на защиту преподавателя. Учителей всегда как бы жалко, поскольку работа с нашими чадами. Мы же своих тоже детей знаем. Многие родители понимают, что отправив ребенка, с которым они не знают, что делать дома, в школу, где там целый ряд таких проблемных, возможно, подростков, то, конечно, учителя это должен быть просто ас высшего пилотажа, налаживание меж вот этих личностных контактов, чтобы вот этот взрыв не произошел, чтобы учитель тем более не сорвался. Почему нервы стали так рано сдавать и у детей, и у преподавателей, и что с такими темпами будет к концу учебного года, пока представить трудно. Другой конфликт между пассажиркой и водителем маршрутного такси, видеозапись которого также попала в интернет, вызвал большой общественный резонанс и дошел до властей города. Инцидент обсудили в городской администрации. Его причиной стало курение водителя в салоне маршрутного такси, а на просьбу выбросить сигарету водитель пассажирки нахамил. Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали, а предприятиям-перевозчикам предложили провести инструктажи о культуре обращения с пассажирами, а также о категорическом запрете курения в салоне автобуса. На парковках в центре города могут увеличить бесплатное время стоянки до получаса. Обсуждение этого вопроса состоялось в четверг на заседании городской думы. Напомним, что сейчас бесплатно припарковаться на центральных рязанских улицах можно на 15 минут. Тем временем Рязанка, выступавшая против паркоматов, в которых нет приема наличных денег, добилась возбуждения административного дела в отношении Ростелекома. По словам Юлии Архаровой, на каждой платной парковке должен стоять паркомат с купюроприемником. Сейчас же наличными парковку можно оплатить только через банкомат из Бирбанка, что, по словам Рязанки, неудобно. Баня, а через дорогу – раздевалка. Так назвала она новую систему оплаты. О том, что сфера ЖКХ является самой непрозрачной, говорит президент страны Владимир Путин. А знают об этом не понаслышке жители нашего города. Но порой даже самые простые схемы переплаты за коммунальные услуги становятся абсурдными. Например, когда жильцы дома оплачивают работу четырех лифтов, когда всего их в доме два. Продолжит Валерий Седов. Иногда люди платят за то, за что платить не должны. Так, жители некоторых однотипных пятиэтажек на протяжении долгих лет оплачивают несуществующий лифт. Иногда доходит до абсурдного. В квитанциях ЖКХ может появиться строчка оплаты кладовок. Ситуация скорее печальная, нежели смешная. Надежда живет в девятиэтажном доме. Пять лет назад управляющая компания подняла тариф на услуги лифта. И в том же году женщина попросила расшифровку тарифа. После небольших расчетов получилась итоговая цифра. Нам прибавляют еще 2 рубля 59 копеек. Умножаем 3787. Нам еще 9800 прибавили. А это за что? За третий лифт. Пять лет мы платим. Это 120 тысяч в год. Надежда решила узнать, сколько же на самом деле стоит обслуживание лифта. Для этого она обратилась в Рязань лифт-сервис. Я пришла и говорю, вы мне, пожалуйста, я как частное лицо, не запрос. Я говорю, вы мне скажите, вот у вас есть цены. Сколько стоит 12-этажный лифт? Обслуживание 12-этажного лифта в подъезде. Это стоит 6300. 6300, да? Умножаем на 2. Это 12600. Теперь вот мне ответ. Сколько мы платим? А мы платим 690 за квадратный метр. Если 690 мы умножим на 3787 метров, мы платим 26 тысяч. А должны 12. Случай надежды не единичный. От перерасчета тарифов в сфере ЖКХ не раз страдали кошельки горожан. Поэтому, чтобы такого не происходило, есть правила предоставления коммунальных услуг, где четко написано, что за структура услуг по содержанию жилья и коммунальных услуг. Других, выдуманных, не существует. Конечно же, бывают и дополнительные услуги. Например, охрана или консьерж. Но эти пункты должны быть указаны в договоре. Если человек пострадал от перерасчета, он вправе обратиться в суд, где ему не только вернут переплату, но и возместят моральный ущерб. Правда, в реальности все не так просто. Но добиться своего возможно. Последний пример. Жители одного из новых порадовались за то, что тариф, который ранее был 23 рубля за квадратный метр, резко упал до 18 рублей. Сейчас надежда записалась на прием к начальнику управления ЖКХ. Это ее третья попытка. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Касимове избрали новую главу муниципального образования. В должность вступила Галина Абрамова, директор местного педагогического колледжа. Ее кандидатуру выбрали из числа нового состава Думы. Согласно уставу, Абрамова будет председательствовать в Думе, станет главой Касимова. Она дала клятву, ей вручили должностной знак. Рязанские аграрии поставили рекорд по сбору зерна. Отметка превысила 2 миллиона тонн. Это наивысший показатель за всю современную историю регионального агропромышленного комплекса. На сегодня в регионе убрали более 90% всех земель. В амбары в этом году отправили свыше 2 миллионов тонн зерна. Это рекордная цифра за всю историю сельского хозяйства области. Свои достижения прошлых лет фермеры превзошли на треть. В этом году у нас валовый сбор практически рекордный. Ожидается за всю историю рязанского земледелия. У нас два года превышал 2 миллиона тонн. Это в 1973 году 2 миллиона 290 тонн было намолочено. И в 1987 году 2 миллиона 127 тысяч тонн. На сегодняшнюю дату у нас уже 2 миллиона 80 тысяч тонн намолочено. Наивысших показателей урожайности добились Александроневские и Сараевские районы. Среди лидеров по валовому сбору – Рыбновский, Михайловский, Захаровский и Кораблинский. Средняя урожайность по региону – около 40 центнеров с гектара. Это выше прошлогоднего показателя на 8 центнеров. Но в рекордном урожае хлеба фермеры видят и минус. При обилии зерновых их стоимость может резко упасть. Пока цены держатся на уровне прошлого года. Все фазимы на следующий урожай сейчас в самом разгаре. Солдатская, бабкина, свадебная и даже поминальная. Все эти названия принадлежат кашам, которые накануне варили в Рязанском Кремле. Так отметили Всемирный день туризма. Отведала все виды исконно-русского блюда Ирина Ковалева. Согласитесь, гораздо интереснее не просто пройтись с обзорной экскурсией и познакомиться с главными экспонатами музея, но и стать участником целого представления. Именно такую возможность дарит историко-архитектурный музей-заповедник рязанцам и гостям города. Теперь в их арсенале появилась новая анимационная программа, посвященная исконно-русскому блюду, которая на протяжении многих веков была главным на столе наших предков. Каша на все времена – это целое представление, полностью построенное на этнографическом материале Рязанского края. Здесь гости музея смогут не только узнать, но и попробовать пять видов каш, которые, по сути, сопровождали наших предков на протяжении всей жизни. Пожалуй, больше всего обрядов было связано с крестинами. Кому-то из гостей в ходе программы доведется побывать в роли родителей, кому-то в роли крестных, но самое главное в этом действии – крестильная каша, которую еще называли бабкиной, ведь, согласно обычаю, варила ее бабка-повитуха. Специальную кашу готовили и на свадьбу, а также к большим церковным праздникам. Называлась она кутья. Рис с изюмом и с нодом. Кутью ели также еще и в Великий пост. Больше всего гостям понравилась каша рязанская, которую традиционно готовили с добавлением тыквы. Также участники анимационной программы попробовали солдатскую кашу и услышали историю появления ее рецепта. Солдатская каша, она не народная. Ее придумал Александр Васильевич Суворов. В одном из походов к нему пришел полковой повар и сказал, что вот всякой крупы есть понемножку, но ни одной недостаточно, чтобы сварить на всю войско. И он тогда сказал, а вы смешайте все вместе, все крупы. Вот. И каша получилась вкусная. Помимо каши, гостям предлагали исконно русские напитки, клюквенный морс и сбитень, а также сладкие пирожки. Первыми, кто оценил новую анимационную программу Рязанского Кремля, стали представители туристических агентств. После окончания действия руководство музея выслушало замечания и предложения гостей, но их было немного. В основном от программы приглашенные были в восторге. Понравилось все. Программа насыщенная, разнообразная очень. Во время, ну за это время короткое. И исторически какие-то интересные вещи узнали, и попробовали, и поучаствовали в интерактиве самом. На мой взгляд, пользуются большим спросом и у семейных посетителей, и у школьников, и у всех. Потому что любят люди поучаствовать в интерактивной программе и попробовать, чтобы их кормили, и узнать что-то новое. Тем более, что речь шла о традиционной рязанской пище. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Наверняка каша на все времена станет прекрасным дополнением к основным экскурсиям, которые на сегодняшний день предлагают рязанцам и гостям города в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Ирина Ковалева и Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанцев приглашают принять участие в строительстве храма. В пригороде Шацка уже заложен фундамент будущей церкви и возведены стены. Однако основная часть работ, в том числе и убранства, еще впереди. Строительство храма началось в селе Казачья Слобода, недалеко от Шацка. На центральной площади возводят церковь в честь Архангела Михаила. В небольшом здании закончили строительство стен. На стадии завершения находятся кровельные работы. Была цель все-таки построить маленькое, уютное место для все-таки молитв населения. Да, население Шацка, население Казачьей Слободы и, конечно, для гостей. Инициировали постройку храма местные жители и епархия. К строительству подключились небезразличные люди. Однако объем запланированных работ очень большой. Впереди внутренняя отделка церкви и ее убранство. Внести свою лепту в строительство храма может каждый желающий. Любой желающий, который хочет нам как-то помочь, чтобы все-таки храм как можно быстрее стал работать. Любой желающий может нести какое-то добровольное пожертвование. О чем будет внесена запись в церковный журнал, будет человеку подарен данный сертификат со всеми соответствующими отметками. И, соответственно, человек будет обладать, так скажем, одним маленьким кирпичиком в стенах этого храма. Считается, что Архангел Михаил является судьей, выносящим приговор душам грешников и открывает праведникам врата вечного блаженства. Молитва, возносимая ему, содержит просьбу о помощи в борьбе со злом и в поддержке на страшном суде. Имя, да, на того человека, которому все-таки подарен сертификат, оно будет обязательно упомянуто в церковных службах. То есть за это человек будет молиться, потому что его эта помощь, она будет очень для нас ценной. Перечислить средства на храм в Казачьей Слободе можно безналичным путем. В благодарность за любую сумму пожертвовавшему вручат сертификат на владение одним из кирпичей здания. Получить ценную бумагу можно по адресу проезд завраженного дом 5 или попросить доставить на дом. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Готовься не летом. Такого принципа придерживается рязанская мастерица. Она изготовила набор елочных игрушек, которые подарит Александр Невскому храму. Каждый шар расписан вручную и рассказывает о рождественских приключениях. Откуда черпать вдохновение и как сделать игрушку самому, знает Галина Ершова. Мишки, зайчики и слоники. В доме Марины Сергеевой множество игрушек. Ведь девушка более 20 лет занимается рукоделием. Сначала пушистых друзей в стиле дореволюционных игрушек она делала для своих детей. А затем стала дарить друзьям и знакомым. Каждая игрушка, вот каждая игрушка, она находит своего хозяина. Это я не понимаю, как это получается. То есть даже у меня вот мишки, у каждого свой хозяин. И этот мишка похож на этого хозяина. Я не знаю, как это получается. Хотя я шью по одной выкорке. Все делаю одинаково. А вот каждый свое получается. У Марины нет художественного образования, только желание и со временем появившаяся сноровка. На изготовление одной игрушки у нее уходит около суток. А вдохновение девушка черпает из детских сказок. Самая моя любимая игрушка Марины, это та игрушка, которую я сейчас держу в руках. Вот такой вот замечательный милый зайчик. У него очень интересные ушки. И цветовая гамма, платьица, которая мне очень нравится. Мордашка просто потрясающая, замечательная. И я думаю, что в такую очень сложно не влюбиться. Еще одна страсть Марины – это елочные игрушки. На днях она закончила изготовление целой коллекции из 20 шаров. Все они расписаны вручную и рассказывают рождественские истории. Девушка решила подарить их Александру Невскому храму. А для всех желающих провести экспресс-мастер-класс. Марина, расскажите, что нужно для создания такого удивительного шарика? Угу. Нужно шарик. Обязательно он должен быть матовый, чтобы не было отражения вашего. Может быть стеклянный, пластмассовый, какой вы хотите. Потом карандашик. 4Б – это вам будет легче. Ну и можно помягче. Потом нам нужны будут кисточки. Одна толстенькая, потом двушка. И самой тоненькой. Лучше, конечно, синтетика, чтобы была. Краски акрил. Краски выдавливаем на импровизированную палитру. Так как они быстро высыхают, капаем на них немного воды. Мы заранее разметили шарик и нанесли на него рисунок. Дальше создаем основу. Разводим белую краску до состояния сливок. И заливаем ей все крупные элементы. Марина, расскажите, как долго будет сохнуть краска? Сколько ждать? Вот этот, да, заливку? Да. 15-20 минут. Вот. Ну, это от 15-20. А можно даже, вот вы залили, вот так подержали, чтобы она не потекла. Чем дольше она сохнет, тем лучше. Лучше никуда не торопиться, не спешить. Но феном ни в коем случае не надо сушить. Для стеклянного шарика будет достаточно нанести краску в 2-3 слоя. А вот с пластмассовым придется поработать дольше. Такой шарик лучше впитывает цвет, поэтому понадобится 4-5 слоев. Чтобы игрушка стала по-настоящему красивой, доведите до совершенства каждую деталь. А если совершили ошибку, просто сотрите ее с помощью ватной палочки. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Областной военкомат подвел итоги весенней призывной кампании и озвучил задачи на осень на сборах с председателями призывных комиссий. Этой весной ряды российской армии пополнили свыше тысячи новобранцев от Рязанской области. Сколько человек планируется призывать в новую кампанию, знает Ирина Ковалева. По словам военного комиссара Рязанской области Владислава Деева, сегодня служить в армии еще более почетно, чем во времена СССР. В преддверии очередной призывной кампании, которая традиционно стартует 1 октября, в Рязани области проходит целый ряд мероприятий, целью которых является подготовка к проведению призыва, а также повышение качества и достоверности воинского учета. Так, 29 сентября в военном комиссариате Рязанской области прошли инструкторско-методические сборы. На них собрались сотрудники тех ведомств, от которых зависит грамотная организация призывной кампании. Это председатели призывных комиссий муниципальных образований, военные комиссары, а также представители Министерства здравоохранения, Министерства труда и органов внутренних дел. Возглавил инструкторско-методические сборы заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин. Он отметил, что главная задача этих сборов – проведение мониторинга имеющихся проблем и поиск рациональных путей их решения, с тем, чтобы осенняя призывная кампания этого года прошла успешно. Как известно, Рязанская область всегда находилась и занимала передовые места в этой работе. Традиции сильны. Рязань имеет тесные корни и связи с Министерством обороны. И учитывая, наверное, нашу направленность, то, что у нас и ряд и военных заведений, которые готовят специалистов, наверное, все это откладывает определенный отпечаток. Картина 90-х годов, она была очень плачевной, когда молодые люди просто уклонялись от призыва. На сегодня картина эта коренным образом изменилась. И вот от всех нас зависит результат. Сегодня мне по поручению губернатора я буду проводить эти занятия с тем, чтобы мы буквально с 1 октября начали работу по призыву. Думаю, что справимся с этой задачей. Военный комиссар Рязанской области Владислав Дей в ходе мероприятия подвел итоги весенней призывной кампании. Отметил сложности, с которыми пришлось столкнуться. Привел статистические данные, в том числе касающиеся уклонистов, которых весной было более тысячи. И выразил надежду, что осенний призыв пройдет удачно. Продолжим в таком же режиме, в каком мы отработали весенний призыв, устранив эти недостатки. Я уверен, что осенний призыв мы выполним в полном объеме, с хорошим качеством. На сегодняшний день общей тенденцией для России является сокращение потребностей числа призывников, так как армия начинает комплектоваться на контрактной основе. И тем не менее, срочную службу никто не отменял. Она по-прежнему длится один год. В ходе осенней призывной кампании 2017 года в Рязанской области планируется призвать и направить к местам прохождения службы более 800 человек. Из них около 80% воинские части дислоцированы в пределах Центрального федерального округа. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На перекрестке улиц Кудрявцева и Горького в Рязани планируют обустроить новую зеленую зону. Данный вопрос обсуждался на заседании Рязанской городской думы. Лыбецкий бульвар давно стал центром притяжения туристов. Здесь можно сфотографироваться с огромными часами, узнать температуру воздуха с помощью электронного градусника и полюбоваться композиции из мишек. На одной улице собраны более двух десятков арт-объектов. Из нестандартов, да, то это ель, это автобус-дабл-декер, это градусник, это часы. Ну, а далее уже более мелкие формы, скамейки, маленькие памятники. Ну, например, мы сохранили и восстановили скульптурные композиции, которые были в свое время в 1992 году, были созданы к 900-летию города Рязани. Администрация города планирует расширить арт-пространство на 1,8 гектара. Для этого снесут ветхие строения на пересечении улиц Кудрявцево и Горького. Публичные слушания назначены на 8 ноября. На них обсудят перевод земельного участка из общественно-жилой зоны в зону городских парков, скверов и бульваров. Если нам удастся еще добиться того, что будет принято решение о сносе бывшего здания судебных приставов и разрешат на его месте разбить парк, то наверняка в этом парке появятся еще какие-то очень интересные объекты. На публичную дискуссию приглашают всех желающих. Пока же строительство новых арт-объектов на этой территории закончено. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Играть в шахматы становится модно. Уже более тысячи школьников, а также воспитанников детских садов, занимаются этим интеллектуальным видом спорта в секциях. Кружки открыты на базе школ и учреждений дополнительного образования. Ход конем, шах и мат. В школе номер 75 открылся кружок шахмат. Более 90 человек уже записались в секцию. Это воспитанники пятых-шестых классов. Однако решать сложные задачи и плести тактический рисунок игры могут даже первоклассники. Занятия проводятся три раза в неделю. Сформированы три группы по 25-28 человек. Разумеется, занятия проводятся бесплатно. Весной будущего года все они примут участие в школьной олимпиаде по шахматам. Постепенно возраст играющих будет расширяться. Помимо тех, кто уже сейчас занимается шахматами, к ним присоединятся ученики третьих, четвертых и седьмых, восьмых классов. На сегодняшний момент уже из школы Антей тренер Николай Николаевич Горшков набрал уже 80 человек со школы. Золотые купола тоже уже под 100 человек набрано. Надеемся, что у ребят будет получаться. Всего более тысячи рязанских школьников и воспитанников детских садов уже играют в шахматы. Дети в возрасте от 5 до 17 лет занимаются в секциях и кружках на базе 20 городских школ и 5 учреждений дополнительного образования. Лучшие воспитанники школ номер 75 вскоре тоже смогут стать настоящими спортсменами. Из этих ребят выбираю самых способных, самых, ну в смысле, которые мне, вижу, у них потенциал большой. Они у меня будут заниматься отдельно со временем, уже как именно секция от моей спортивной школы Антей. Юные рязанские шахматисты успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях. В числе последних победителей воспитанник спортшколы Антей Илья Лепинин. Он стал чемпионом мира среди спортсменов-юниоров с поражением опорно-двигательного аппарата до 19 лет. Соревнования прошли летом в городе Ружемберок, Словакия. В перспективе нам бы хотелось, чтобы эта дисциплина вошла в учебные планы, но мы думаем, что со временем на федеральном уровне будут разработаны стандарты, и мы сможем включить это в учебные планы наших с вами образовательных учреждений. А пока это ведется в формате кружков и неучебной деятельности. Пока же основная задача, над которой предстоит работать для того, чтобы и дальше развивать шахматы как спортивное направление, это решить кадровый вопрос, привлекать к занятиям со школьниками, квалифицированных педагогов и тренеров. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте горд62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Глобал сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал сервис. 55 90 50 Субтитры подогнал «Симон»!